Ливневая система югорской столицы не выдержала первого в этом году серьезного испытания дождем. В городском паблике появились кадры, на которых видно, что под водой оказались не только улицы, но и жилые дома. Чтобы спасти хотя бы частичное имущество, жильцы частного сектора всю ночь пытались откачать воду своими силами. Некоторым пришлось нанимать осенизаторские машины. Последствия потопа жителей Ханты-Мансийска продолжают устранять и сегодня. Так на улице Восточная пострадала многодетная семья. Когда начался потоп, в доме находился только один ребенок. 13-летний школьник сразу же позвонил своей маме и бабушке, сейчас их дом не пригоден для проживания. По словам хозяев, чтобы его восстановить, потребуется около полумиллиона рублей. Вот это безобразие у нас каждый год. В 2014-2015 году тоже нас утопляло. Сделали леневки, а леневку положили, ну вот, сантиметров 30-35 объемом труба. Она не справляется с водой. Вот каждый год, как только сильный дождь, так мы боимся, что нас, чтобы не затопило. И вот получилось опять. Вы к кому-то обращались вообще? Вот вчера звонили. Мы вчера позвонили сначала в эту, в экстренную службу. Нам сказали, машины нету. Одна машина на весь город. Мы ничем вам помочь не можем. В игре установлен новый рекорд по количеству осадков. До сутки этот показатель поднялся до 59,1 миллиметра, что в 4 раза больше прошлого максимума. Он, к слову, был зафиксирован 19 лет назад. В 2002 году количество осадков равнялось 13,8 миллиметров. Сейчас синоптики обещают, что погода наладится. Уже сегодня осадков практически не будет, а на улице потеплеет. К выходным средняя температура воздуха днем по округу будет от 18 до 23 градусов. Ночью будет прокладно до плюс пяти. В Сургутском районе рыбоохрана совместно с полицией задержала двух югорчан. Они незаконно рыбачили с помощью сети на реке Трум-Йоган в километре от поселка Банная. В соответствии с правилами рыболовства в Югре до 31 мая запрещена добыча водных биоресурсов с лодки. При задержании злоумышленники попытались избавиться от сети, выбросив ее за борт. Но операцию снимали на видео, которое впоследствии стало доказательством причастности задержанных к незаконной деятельности. При досмотре сети сотрудники рыбоохраны изъяли одну краснокнижную рыбу – сибирского осетра. Кроме этого, в улове было еще около 20 особей разных пород. За содеянные сургутяна может грозить уголовное наказание. Был собран административный материал по части 2 статьи 8.37 административного кодекса. Но в связи с тем, что усматривается в отношении этих граждан признаки уголовного наказуемого деяния, данный материал был направлен в ОМВД России по сургутскому району для принятия дальнейшего решения. На самоходное плавающее транспортное средство был наложен арест. В Нижневартовске продолжают работы по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Напомню, за летние месяцы на средства местного и регионального бюджетов в столице Самотлора отремонтируют три участка – на улицах Ленина, Интернациональная и Ханты-Мансийская. Цена вопроса более 220 миллионов рублей. На двух направлениях уже приступили к работе. Дорожники начали срезать асфальт на самом длинном участке. На улице Интернациональной предстоит заменить два километра дорожного покрытия. Стоимость работ – 80 миллионов рублей. Здесь проведут ямочный ремонт, а потом положат новый асфальт. Дорожники используют щебеночно-мастичный асфальтобетон. Гарантия на такое покрытие – 4 года. Всего за три года работы по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» в Нижневартовске отремонтировали и еще отремонтируют более 40 километров городских магистралей. Трехлетний бюджет – почти 2 миллиарда рублей.